короче старик я тут недавно книжку прочитал 100 великих тайн и украины и там короче попал на статью про сарматов старик сколько информации я просто офигел ты что-то знаешь про сарматов чу я чу я декілька фактів про сарматів ще коли был в школе учился пару документалей бачил ну и читал десь там а что таки давай короче я расскажу то что знаю а ты поделись со мной то что знаешь ты хорошо блин короче информации валом просто ходи кстати вот смотри короче первый факт что я узнал автор баварской хроники в 13 веке рассказывал описывал в своей книжке то что сарматы и скифы были предками славян представляешь так ось чему славян до 16 столетия только называли роксоланами роксолана жінка турецкого султана тобто що вона із тих країв блин цікаво дуже пошли вносим ноги а ти знал короче что белая хорвата вот это племя славянське которое на западе украины живо оно на самом деле не было славянським як на славянське чаще есть племя в школе казалось что на славянське лингвисты когда расшифровали по ним вот это белых хорватов они пришли к выводу что оно происходит из иранского языка и означает охранники скота вот так ну кстати очень интересно это много фактов есть про то что белые хорваты на самом деле не славяне но в книжке так и написано знаешь я тебе скажу от на рахунок цей теории что ты только что сказал деякие дослідники вот вважают что анте славянський племя про киписов прокопики сарийский оно было утворено и подчас вмешания сарматов и славян яки проживали безпосередньо близкостью белья одну и навыть зеренской мовы ант означает те что живут на околице тоже тоже такая интересная теория тебе скажу славяне контактировали с арматами смотрю них очень много заимствований есть из иранского языка все эти прочту например такие слова как степ хатина шобет собака штаны дождь ящер бог хорт хвала чоловік сыни сокера волос и батаринчик я звезда шея в николай них подумать еще обид хатина собака цель иранские слова не заважаю украинским осетинская исследовательница обаева считает иранскими даже название некоторых богов славянском пантеоне это хорс симаргл и и вот а ты не переборщил ерунда я уверен они в восторге я одно раз в видео дивился и там короче продемонстрували черепа из похований сарматских какие были выдавлены вот так что неприродные выдавлены ну ты помнишь эти черепа из певденной америки и в давнем Египте так же так делали короче не так выдавали их для того чтобы показать свою элитарность так и свой социальный статус и до речи готы также приняли цей звичай в сармате также выдавали свои черепа тацит например рассказывал что сарматы очень похожи на германцев ну не знаю внешне или еще по каким-то показателям но они очень похожи даже наверное сродни с ними письменник скилак в четвертом столетии называл сарматю тихими кируют женьки або кирование у них уже был розвинутый матриархат на эти видомые деколька сарматских царицей которые были таки достаточно потужными царицями и до речи название сармат это римская название и походит в на издание иранского языка звучала как сао роман то есть кто под признан мечом ну короче я еще там читал что большая часть арматов расселилась в каталонии то есть в испании и где-то 50 тысячный отряд сарматов охранял андриана вал в британии ну короче когда империя распалась не там типа и остались вот